Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксёнов Андрей, студия Либо-либо и специальный белорусский сезон подкаста «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории. У этого выпуска есть партнёр, подписной книжный сервис BookMate, с которым мы делаем специальную рубрику в середине выпуска. Начало марта 1911 года. В стране острый и довольно неожиданный политический кризис. Всесильный премьер-министр Столыпин положил на стол Николаю Второму прошение об отставке. Он заявил, что устал и больше не может работать в таких условиях. Всё дело в одном злополучном законопроекте, который Столыпин лоббировал последние полтора года. В итоге, буквально на днях, парламент провалил этот законопроект на голосовании. Причём, внешний закон вообще был либеральным и демократическим. Столыпин предлагал ввести в западных губерниях земства. Это такие органы местного самоуправления. Но дело было в том, что в этот законопроект были закопаны новые избирательные нормы, которые должны были перекрыть дорогу некоторым дворянам уже в сам парламент. Так, подождите. То есть, получается, что Столыпин не хочет, чтобы в парламент проходили дворяне? С чего это вдруг Столыпин выступает против аристократии? Это же у нас вроде как опора трона и царя. Ну, дело в том, что и дворяне тоже бывают разные. И если конкретно, то некоторые дворяне западного края, а это поляки, Столыпину были совсем не по душе. Это были краёвцы или члены фракции Краёвая, Кола, Литвы и Руси. И у них была прямо своя краёвая партия и идеология. Так чем таким эти краёвцы так опостылили Столыпину, что он из-за них полез в бутылку? Краёвцы были политическим движением. С партией, с разветвлённой структурой и множеством участников. Но, пожалуй, главным идеологом этого движения был Роман Скирмунд, депутат Первой Государственной Думы. В движении вообще-то было много и других значительных имён. Это другой Друцкий-Любецкий, не тот, которого убили в позапрошлом выпуске, они были четвероюродными братьями. И многие-многие другие люди, их нельзя не упомянуть, но сегодня я их имена буду редко вспоминать. Итак, Роман Скирмунд. Он вот как раз более-менее типичный представитель этого движения. Потому что костяк краёвцев — это дворяне бывшего великого княжества литовского. Часто очень богатые. Они почти всегда католики и почти всегда идентифицировали себя как поляки. Роман родился в селе Паречье, недалеко от Пинска. Скирмунты были вообще известной и уважаемой дворянской семьёй. Роман был, кстати, племянником Евстафия Любанского из прошлого выпуска. Ну, короче, вы, наверное, догадываетесь, что вот это богатое литовское дворянство было связано друг с другом столетиями браков и общих интересов. Роман Скирмунд был седьмым ребёнком в семье. Получил домашнее образование. После этого окончил три класса гимназии в Риге. Но обучение в гимназии не закончил. По требованию отца вернулся домой, чтобы заниматься делами усадьбы. Больше никакого образования он не получил. Хозяйство Скирмунтов было большим и постоянно развивалось. Поля засеивали сахарные свёклы и производили сахар на своём же заводе. А сахар, вообще-то, это вторая по объёму статья экспорта из Российской империи. Ну, это типа как газ сейчас. На землях Скирмунтов работала суконная фабрика, которая обеспечивала тканями армию. И поставляла продукцию не только по всей территории Белоруссии, но и в Украину, и в Москву с Петербургом. Тут ещё было развитое лесное хозяйство, которое поставляло строевой лес, а также дрова для местной фабрики и на продажу. В общем, эти места даже называли Ливерпуль на Ясельде. Ясельда — это местная река. Ну, а Ливерпуль — это один из самых промышленно развитых городов мира в то время. В общем, хозяйство большое, и Роман стал помогать отцу. Отец, конечно же, был членом Минского сельскохозяйственного общества, про которое немного рассказывал в прошлом выпуске. Ну, и совершенно неудивительно, что Роман Скирмунд тоже туда вступил. Местные дворяне-поляки крепко держались за землю предков, старались развивать агробизнес по последним веяниям прогресса и одновременно ещё держались друг друга. И для всех этих целей сельскохозяйственное общество подходило как нельзя лучше. Но не только для этого. Потому что это общество и стало колыбелью краёвства, как политического движения. Потому что Минское сельскохозяйственное общество — это что-то среднее между научно-исследовательским институтом, бизнес-лабораторией и таким привилегированным дворянским клубом. Потому что члены этого общества — дворяне, помещики, часто очень богатые, западного края. И у этих всех людей, что очевидно, были схожие политические взгляды. Антиреволюционные, монархические, консервативные, прямо скажем. Но до известной степени оппозиционные и Петербургу, и Варшаве. Тут ведутся разговоры о славном прошлом Литвы и о том, что старые вольности хорошо бы восстановить. Не с помощью восстаний, конечно, а легальными методами. Будет правильно сказать, что в условиях тотального контроля за общественной жизнью в империи, вот это самое сельскохозяйственное общество было такой, ну как бы, протополитической партией. Причём такое было в порядке вещей. Например, тогдашние феминистки примерно таким же образом маскировались под благотворительные общества помощи, например, сиротам. Даже иногда не сильно маскировались. Так вот, Минское сельскохозяйственное общество было очень активно. К началу века по всему западному краю появились ещё, по примеру Минского, такие же общества в Вильне, Могилёве, Ковно и Гродно, а в самом Минском обществе, то есть в Центральном, состояло уже 700 человек. На торжественной выставке, посвящённой 25-летию этого общества, руководитель его, Эдвард Войнилович, говорил, «Сельскохозяйственное общество стало для нас школой подготовки к общественной жизни». То есть он как бы прямо говорит, что сельскохозяйственное общество, где мы вроде должны заниматься развитием агропромышленности, стало школой подготовки к жизни общественной, политической. И, кстати, просто сравните с белорусской социалистической громадой, о которой я рассказывал в начале сезона. То есть в то же самое время, в начале века, братья Луцкевичи во время учёбы в Петербурге только-только создают свой небольшой кружок первый. А тут целое движение с отделениями по городам. В общем, Роман Скирмунд довольно быстро и довольно глубоко погружается во всякую общественную работу в этом обществе. Он поначалу занимается проблемами родного Пинского края, лесными хозяйствами, он взаимодействует с местной администрацией, поднимается в этом обществе всё выше и выше. И вот в 1904 году входят в совет этого общества. А 1904 год — это время горячее. По стране идут теракты, рабочие устраивают демонстрации, власть царя прямо шатается, всё и всё стремительно политизируется, и в том числе политизируется сельскохозяйственное общество. Роман Скирмунд уже открыто занимается политической публицистикой и выступает не от самого себя, а он представляет всё движение и обращается, в первую очередь, к дворянам и формулирует идеи края, обозначает идеологию краёвости и краёвцев. И что это за идеологи-то, наконец? Идея такая. Тут, в северо-западном крае, то есть на территории бывшего Великого княжества Литовского, а если конкретно, на территории Виленской, Витебской, Могилёвской, Минской и Гродненской губерний, испокон веку живут разные народы. Белорусы, литовцы, поляки, евреи и даже татары. Все они исповедуют разные религии. Есть православные, есть католики, есть униаты, есть иудеи. И всё было нормально. Все друг с другом уживались кое-как. «Нас всех, — говорит Скирмунд, — объединяет не национальность, не язык и не вера, а наша общая история и общая культура, наш общий край. Ну, то есть, примерно как в Швейцарии. Там же живут немцы, французы, итальянцы, никаких проблем, хорошо живут, не делят свою родину между Германией, Италией и Францией. Ну вот, и мы, типа, можем быть как в Швейцарии, а почему бы и нет? И да, пожалуйста, не путайте нас с поляками из Польши. Ну, то есть, конкретно я — поляк, и в основном дворяне здесь — поляки по происхождению, но мы — граждане края в первую очередь. По большому счёту, краёвость — это такая старая добрая литовская дворянская оппозиция в Варшаве времён Речи Посполитой, когда местные дворяне сопротивлялись превращению Речи Посполитой в единое польское государство. Так что, да, типа, не путайте нас с варшавскими поляками. В первом же номере газеты краёвцев, которая называлась «Газета Виленска», так говорилось о задаче движения. «Мы должны руководствоваться интересами края. В этом исходный пункт всякой политической, общественной и культурной деятельности. Мы — граждане Литвы и Беларуси. И наш гражданский долг — служить родному краю. Мы не можем быть польскими колонистами. С политической точки зрения нашей родиной является Беларусь и Литва. Мы — дети польского народа, только в культурно-национальном смысле». И как-то, знаете, сложно это воспринять. Ну, то есть, что это значит? Родиной является Беларусь и Литва. Как это? То есть, прям вместе? Может, Беларусь или Литва всё-таки? К тому же, вы сами вроде поляки. Но только вы говорите, что вы не те поляки, что в Варшаве, а какие-то другие поляки. И, думаю, как бы даже вам, ребята, сложно уложить эту идею в голове. А в начале XX века, когда национализм — это одна из самых популярных политических идей, мир как бы говорил, слушайте, ваша идея вот этой вот конфедерации народов ну, слишком прогрессивна. Или, наоборот, слишком старомодно. Ну, типа, да, сейчас же не XVIII век, когда литовские, белорусские и польские крестьяне молча просто подчинялись шляхте и жили все вместе. А с другой стороны, поляки, которые поляки-поляки, которые, в смысле, живут на территории, собственно, царства польского, считают вот этих вот краёвцев во главе со Скирмунтом тоже какими-то предателями, что ли, польской идеей. Типа, вы поляки, в конце концов, или нет? Если вы говорите, что вы поляки, так вы должны быть за Польшу. Ну, а в Петербурге вообще на это смотрели гораздо проще. Вы, знаете, голову нам не забивайте. Мы же видим, что вы поляки. А у вас поляков. Одно на уме. Сепаратизм. Какой-то край себе придумали. Говорите, что вы граждане Литвы и Белоруссии. Какие граждане? Простите. Мы в империи вообще-то все не граждане. Мы подданные. Но краёвцы говорят, мы поляки, мы Литва, мы Беларусь. Другим словом, мы край. И больше того, у нас уже есть своя политическая сила с фактическими отделениями по всему западному краю, с кучей сторонников, а ещё у нас есть земли, деньги, ресурсы и связи. И мы ждём открытия окна возможностей. И когда окно откроется, вы ещё удивитесь результату. Пришёл 1905 год. После кровавого воскресенья страну залихорадила уже всерьёз. Царская администрация на местах оказалась в какой-то невесомости. Сигналы из столицы противоречивые. По всей стране проходят разные собрания, замаскированные под банкеты и заседания клубов. В Петербурге то говорят, что так можно делать, то говорят, что всё это надо разгонять. В столицу идут растерянные запросы от губернаторов. Губернаторы спрашивают, так что нам делать, скажите, наконец. И одновременно с запросами от губернаторов идут ещё резолюции с этих вот собраний и банкетов. И в резолюциях со всей страны написано примерно одно и то же. Нам нужна отмена цензуры, освобождение политзаключённых, свобода вероисповедания, свобода собраний и парламент. Мы хотим парламента. И вот Минское сельскохозяйственное общество, естественно, тоже отправляет резолюцию в столицу. И к стандартному списку добавляет ещё один пункт. Причём этот пункт – основной пункт краёвой идеи. И теперь его можно требовать открыто. Мы хотим автономии. И мы требуем не только общероссийского парламента в Петербурге. Мы хотим, чтобы у нас в западном крае тоже был свой отдельный парламент, который будет нашим краем управлять. И заседать он, конечно, должен будет в Вильне. Причём автономия нам нужна не национальная, потому что у нас тут коктейль национальностей, а такая вот гражданская. Мы все граждане своего края. И, конечно, мы подданы императорам. Мы с этим не спорим. И таким образом сельскохозяйственное общество начало трансформироваться в партию. В 1905 году устав этого общества включил уже в себя политические требования. И если братья Луцкевичи осенью 1905 года агитируют на заводах за свержение самодержавия, участвуют в демонстрациях, то Роман Скирмунд и прочие краёвцы против беспорядков. Но они, как и братья Луцкевичи, рассчитывают на перемены. И когда 17 октября 1905 года царь, наконец, пошёл на уступки, у краёвцев уже всё было наготове. Роман Скирмунд публикует в газете «Курьер Литевский» «Обращение краёвой партии Руси и Литвы». Он пишет. «Основываясь на принципах христианской этики и на истории Литвы и Белой Руси, не отягощённой острыми национальными столкновениями, мы верим, что мирное сотрудничество национальностей вполне возможно и для нашего края подходит более всего. Мы убеждены, что между знатью коренной или от веков осевшей на наших землях и народом должно и может царить полное согласие в общественной и политической работе ради блага общего Отечества». Отечество тут имеется в виду, конечно, край. А сами краёвцы идут участвовать в выборах. Краёвцы не просто баллотируются в Государственную Думу. Они идут сразу и в Думу, и в Государственный Совет. И тут нужно пояснение. В результате революции 1905 года в империи появился парламент, который состоял из двух палат – верхний и нижний. Нижняя палата – это Государственная Дума, куда избирались депутаты в ходе многоступенчатого голосования. Причём голосование было устроено таким образом, что вес голоса помещика, землевладельца, был выше голоса горожанина. Голос горожанина ценился выше голоса крестьянина. А голос рабочего был самым слабым. Ну, это всё было сделано для того, чтобы дворяне, опоры империи, имели преимущество перед рабочими, перед ненадёжным и опасным пролетариатом. Так, да, а ещё была верхняя палата парламента – Государственный Совет как раз. Этот орган вообще-то существовал к тому моменту уже лет сто. Это был такой коллегиальный орган. И до революции 1905 года он рассматривал все новые законопроекты и голосовал по ним. Но членов туда назначал император лично, никто их не выбирал. И голосование в Совете имело силу только рекомендации. То есть император мог с госсоветом согласиться, а мог решить по-своему. Это был такой совещательный орган. Так вот, после революции 1905 года каждый законопроект, чтобы стать настоящим действующим законом, должен был получить одобрение. Загибайте пальцы. Госдумы – раз. Госсовета – два. И императора – три. И теперь получается, если, например, Дума или Госсовет голосует против законопроекта, то всё, он не принят. До свидания. Ну, естественно, если император против, то тоже законопроект не принимается. А ещё, в дополнение к этому, Госсовет стал формироваться не только императором. Половина членов туда назначалась всё так же, а вторая половина уже избиралась. И право избирать туда имели далеко не все подряд. Но вот дворяне как раз могли избирать туда депутатов. Госсовет должен был получиться таким очень консервативным, очень промонархическим. Это такая дополнительная страховка от опасных революционеров и либералов, которые пролезут в Государственную Думу. И вот возвращаемся мы к краёвцам. Если оппозиция по всей стране сконцентрировалась, конечно, на том, чтобы провести своих депутатов в Государственную Думу, то дворянство Западного края воспользовалось возможностью и собрала список кандидатов, которые должны были пройти и в Думу, и в Госсовет. Они же как раз, ну, аристократия, имеют преимущество. В Госсовет повёл за собой список руководитель Минского сельскохозяйственного общества Эдвард Войнилович. И туда в Госсовет пошли более консервативные, более богатые и более старшие по возрасту аристократы. А в Думу пошли более молодые и более демократичные. А локомотивом Думского списка стал как раз Роман Скирмунд. А поскольку краёвцы к этому моменту были уже, ну, фактически готовой политической силой, они прошли в парламент, причём с очень хорошим результатом. Помните, да, я говорил, что вы удивитесь. Так вот, и в Думе, и в Госсовете сформировались довольно внушительные фракции помещиков Западного края. В Думе 21 человек из 500, если что. А в Госсовете 7 человек из почти 200. Это действительно очень хороший результат для регионального движения. Если прямо говорить, то вот эта фракция дворян оказалась вообще единственной партией, которая защищала интересы жителей белорусских и литовских губерний. Причём по сравнению с другими национальными силами, это была, ну, реально внушительная фракция. Украинские интересы представляло только 6 человек, латышей 5, ну и так далее. Только польских национал-демократов было больше, чем краёвцев. Фракция и в Верхней Палате, и в Нижней получила общее название «Краёвая кола Литвы и Руси». «Кола» — это круг. А Роман Скирмунд, выступая уже теперь с трибуны Государственной Думы, получил всероссийскую известность. Газеты так вот писали о его выступлениях. «Нет игры на чувствах или нервах, а тем более на популярных лозунгах или господствующих настроениях. Выступающий предельно конкретный и очень опасный, готов склонить к раздумьям самого скептического слушателя. В наименее ожидаемом месте чувствовалось в нём, что хочет выиграть самыми простыми и обычными средствами». Ну, фактически получилось так, что среди всех политических сил, действовавших на территории Беларуси, я, да, в этом сезоне рассказывал и про белорусскую социалистическую громаду братьев Луцкевичей, и про еврейский бунт, и про разные общероссийские партии, получилось так, что только краёвцы имели представительство в Госдуме и в Госсовете и могли непосредственно влиять на государственную политику. Самое бурное обсуждение в Первой Госдуме вызвал земельный вопрос, самый острый вопрос империи. И Роман Скирмунд привлёк к себе общее внимание именно выступлениями по этому вопросу. И он, естественно, в противовес русским либералам и разным социалистам говорил, что делить землю бессмысленно. Ну, собственно, если представить себе, что поместье Скирмунтов, вот этот Ливерпуль на Ясельде, раздать крестьянам, то можно будет попрощаться и с полями сахарной свёклы, и с лесным хозяйством. И в смысле не только сам Роман попрощается, а империя попрощается, потому что крестьяне поддерживать, конечно, всё это производство не смогут. И можно будет, да, помахать платочком доходом страны от экспорта сахара. Ну и правительство такое. Видите, как хорошо. Наша стратегия сработала. Мы дали на выборах преимущество помещикам, и они противостоят либералам и социалистам. Спасибо дворянам западного края. Спасибо, Роман Александрович. Пожалуйста, как бы говорит Скирмунд из Нижней Палаты Парламента и Войнилович из Верхней. Как насчёт автономии западного края и парламента в Вильне? И правительство такое-то, блин, что ж такое-то, ребят? Нормально же общались. Прерву рассказ на минуточку. Я просто хочу напомнить, что каждому выпуску этого сезона, так же, как и к предыдущим сезонам, выходят послекасты. И в этих послекастах мы вместе с продюсеркой этого сезона, Машей Агличевой, обсуждаем эпизоды, сложности, связанные с ними. Я даю разные дополнения, которые не вошли в основные выпуски, и мы даже несколько рефлексируем. Эти послекасты можно послушать на Патреоне и Бусти «Закаты империи». И помимо послекастов, я там выкладываю ещё всякие текстовые материалы из начала XX века. А ещё их можно послушать в закрытом Телеграм-канале и по подписке «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. И здесь уже вы можете слушать разные другие дополнения от других подкастов нашей студии, а также подкаст «Студия», в котором мы рассказываем, как работает наша студия. Подписка — это лучший способ поддержать и меня, и студию «Либо-либо». Все ссылки в описании этого выпуска. Между тем, реальная политическая работа показала, ну, как бы это сказать, рыхлость внутри краёвого движения. Оказалось, что не все члены сельскохозяйственного общества разделяют идеи романа Скирманта, что в целом логично. Они же вступали не в политическую партию, а в дворянский помещий-клуб. С одной стороны, да, были консерваторы, которые говорили, конечно, мы наследники Великого княжества Литовского. Не Польши, не Варшавы. Нам нужна автономия. Но признавать за мужиками, белорусами и литовцами, а уж тем более за евреями, равные права с нами, это как-то слишком, нет? Вот депутат Думы от Волынской губернии и член фракции Краевого Кола Юзеф Потоцкий в газете Дзенни Киевский с раздражением писал «Я всегда высказываюсь как поляк, а некоторые иногда выступают как белорусы». В следующих номерах газеты срач развивался. Депутатов поляков от Минской губернии обвинили в том, что они публично себя называют цитата «тутейшими» и «белорусами польской культуры». И автор статьи вовсе не считал это какой-то осознанной политикой краевости. Он считал это просто дешевым популизмом ради голосов на выборах. И прямо уже в газете назывались имена предателей. Романа Скирмунта, Иеронима Друдского, Любецкого и так далее. То есть весь цвет Минского сельскохозяйственного общества. Кстати, «тутейши», если что, это не просто «здешний». Это в каком-то смысле аналог слова «белорус». И вот эти «тутейши», в свою очередь, начали называть оппонентов «ляхами». Между прочим, Роман Скирмунт, когда заполнял документы для Думы, указал свою национальность как польскую. Для него было важно сохранять идентичность, но при этом быть патриотом края. То есть Скирмунт фактически говорил «моё отечество Беларусь, а сам я поляк». Ну да, типа, «что тут сложного?» Но было сложно. А с другой стороны, внутри вот этой краёвой партии появилось ещё и левое демократическое крыло, которое говорило «вообще-то вы поляки». Зря говорите, что у нас с вами общая культура. Вы шляхта, а мы народ. Права-то, конечно, у нас должны быть равными, но вот только то, что вы нас веками угнетали, мы помним хорошо. И это спор ещё внутри партии только. А из Петербурга им всем вдобавок говорят «Знаем у вас поляков, слышали мы ваши краёвые идеи, вы хотите независимости Польши». И вы можете себе представить, как Роман Скирман тяжело вздыхает. Так или иначе, Первая Дума долго не прожила, правительство спустя два месяца разогнало её, устав бодаться с оппозицией. Страну лихорадило, Николай II назначил нового премьера, инициативного и готового к самым решительным мерам Петра Столыпина. Для начала Столыпин решил найти общий язык с оппозицией. Не с самыми радикалами, а с умеренными, чтобы сформировать правительство общественного доверия. В первую очередь он тогда пытался договориться с русскими либералами, естественно, но, в числе прочего, предложил Эдварду Войнеловичу, то есть лидеру краёвцев в госсовете, пост заместителя руководителя главного управления землеустройства. Сложно звучит, но Столыпин в целом объяснил, что рассчитываясь впоследствии сделать из этого управления Министерства земледелия и видит министром как раз его, Войнеловича. Краёвая кола к предложению Столыпина отнеслась с симпатией. Иметь своего человека-министра, ну, это круто. Проблема была тут в русских либералах, которых уговаривал войти в правительство Столыпин. Они к этому моменту по многим причинам не готовы были идти на компромиссы с правительством, и идея коалиционного правительства сама собой исчезла, ну, и Войнеловичу пост не достался тоже. Дальше подоспели выборы во Вторую Государственную Думу в январе уже следующего 1907 года. Прошли выборы, и результат для Столыпина и правительства оказался даже хуже, чем год назад. Социалисты теперь решили выборы не бойкотировать и выиграли их, и Дума сильно полевела. Что же касается краёвцев, то они взяли теперь 11 мест, ну, то есть в два раза меньше, чем год назад. Это и из-за большого количества социалистов, которые пошли на выборы, а также из-за споров внутри движения. Роман Скирмунд во Вторую Думу уже не прошёл и винил в этом твердолобую агитацию поляков. Жители его пинского уезда, ну, от которого он баллотировался, белорусы, тоже не видели разницы между польскими поляками и, как бы, литовскими, белорусскими поляками, ну, и проголосовали против своего помещика. А местные поляки, что характерно, в свою очередь, тоже не стали голосовать за Скирмунта, потому что он какой-то, ну, неправильный поляк. Впрочем, Вторая Дума тоже прожила недолго, она оказалась полностью недоговороспособной, Столыпин стал думать, что делать, и в результате решил Вторую Думу, конечно, разогнать, но ещё поменять избирательное законодательство. Землевладельцам-помещикам надо бы сделать голос ещё больше, а крестьянам и рабочим ещё меньше. И тут возникла проблема. Получается, если мы так сделаем, то мы увеличим количество помещиков-поляков в Думе, а нам этого не хочется. Получается, да, проблема как бы с одной стороны подберёшь, с другой стороны вываливается. В итоге новый избирательный закон ещё специально как бы подправили для западных губерний, в нём прям в законе поимённо перечислили все губернии западного края, и указали, что вот в этих губерниях от городской курии будет избираться не по два депутата, а по одному. И запустили в продакшн. А тем временем Роман Скирмунд, который уже не в Думе, не депутат, похоже, сделал выводы из неудачи краёвцев на выборах, и вот летом 1907 года он предпринял попытку консолидировать краёвое движение, сделать из него настоящую политическую партию с ясной программой, с дисциплиной, чтобы все понимали, какая у нас общая идея. И для этого, правильно, нужно провести съезд, где его проводить? Ну, конечно, в Вильне, в будущей столице, края, где и должен будет заседать краёвый парламент. Программа Скирмунта состояла всё в том же. Все мы, все, кто живёт в этом краю, литовцы, белорусы, поляки, все мы должны иметь равные права. Для всех нас эти места родное Отечество. Мы все и крестьяне, и дворяне, граждане края. И партия нам нужна такая же, федеративная, как и край, с тремя фракциями литовской, белорусской и польской. Но съезд не поддержал эту идею. Из 40 делегатов, которые съехались со всего края, общим голосованием поддержали другую программу. Победило консервативное крыло. И партия фактически стала просто партией поляков западного края. Они говорили, да, мы дворяне бывшего великого княжества литовского. Мы не дворяне Польши, но мы и поляки, не литовцы и не белорусы. И вся вот эта красивая швейцарская идея а-ля швейцарская порушилась. Председателем выбрали Эдварда Войниловича, лидера фракции краёвцев в госсовете, как раз того самого, которому предлагали пост министра. И это всё стало явно большим разочарованием для Романа Скирмунта. Он писал тогда с довольно большим негодованием. Просто оцените. В головах этих господ не помещается как это возможно, чтобы жители тёмной Литвы и отсталой Руси старались самостоятельно решать собственные вопросы. Нет, за ними нельзя признавать право зрелости. Бульбаши не должны забывать, что думать за них всегда будет корона. А им достаточно слушаться. Так было и в старину, так было во Второй Думе разве плохо? Идите прочь с краёвой политикой. С точки зрения Варшавы этим деревенчинам бульбашам не нужно давать самоуправление, да и не должно быть у них независимого мнения. А тут и выборы в Думу подоспели в Третью по новому избирательному закону. Депутатов-краёвцев стало ещё меньше, всего семь, и Роман Скирмунд не прошёл опять. А вот для правительства Третья Дума стала очень удобной. Самой большой фракцией в ней стали правые либералы-монархисты, партия 17 октября, или, как их называли, октябристы. Разгонять Третью Думу не стали, и Столыпин при поддержке октябристов начал проводить свои реформы. Это партнёрская рубрика, которую мы делаем вместе с подписным книжным сервисом BookMate. Вся дальнейшая история наша будет сильно связана с изменившейся политической ситуацией в России. И, в частности, многое будет завязано на нового премьер-министра Петра Столыпина. Довольно удивительно, что, на мой взгляд, про Столыпина до сих пор не написали хорошую книжку, потому что они либо такие приторно-верноподданические, либо оппозиционно-критические прямо. И поэтому выход такой — читать мемуары современников, где, ну, как бы, авторская позиция, она понятна изначально. И самые известные воспоминания о Столыпине оставила его дочь Мария фон Бог. И она, конечно, очень сильно любит своего отца, но при этом раскрывает множество разных замечательных мелких подробностей. Как Столыпин ходил к Николаю по поводу Распутина? Как просил у него отменить ограничения для евреев? И вот сегодняшняя история нам, конечно, тоже упомянута, потому что это вообще один из главных пунктов в его карьере. Ссылку на книгу «Воспоминания о моем отце Марии фон Бог» в подписном книжном сервисе Bookmade мы оставим в описании этого выпуска. И в Bookmade чем больше вы будете читать разных книг, тем точнее будут персональные рекомендации для вас. А еще в Bookmade есть редакционные подборки и полки с книгами от известных людей. Если у вас еще нет Bookmade и вы живете в России, то используйте наш промокод EmpireBook, а если вы из Беларуси, то промокод BookmadeRB. Тогда вы сможете читать и слушать книги в Bookmade бесплатно в течение 45 дней, но активировать промокоды нужно до 30 июня. Итак, с непокорной думой Столыпин разобрался и теперь начал внимательно глядеть на госсовет. Как бы его тоже немного приструнить. Мы помним, что в госсовете тоже сидит фракция дворян поляков-католиков. Поляки-католики это само по себе не очень-то благонадежно, а эти еще прямо говорят об автономии. И вот Столыпин пошел в атаку на последний оплот краевцев в госсовете. Дело развивалось так. Группа членов Государственного Совета, русских националистов, предложила изменить избирательный закон теперь уже в госсовет, чтобы там было поменьше поляков. В выборах в этот Государственный Совет, напоминаю, все подряд участвовать не могли, но землевладельцы помещики могли, а на Западе у нас землевладельцы поляки, и вот они проходят в госсовет. Как-то, ну, неприятно получается. Предложение русских националистов было такое. Давайте, опять-таки, чисто для западных губерний изменим законодательство. Мы там разделим всех выборщиков на польских и русских, а русские с их точки зрения это все не поляки, то есть украинцы, белорусы это тоже типа русские. И вот каждая эта группа будет выбирать членов госсовета раздельно, причем собирательные русские выберут двух членов, а поляки одного. Такая вот идея. Столыпин к этой идее отнесся максимально положительно, и это предложение сразу было направлено в Государственную Думу. Ну, Дума сказала, что тут надо подумать, предложение интересное, конечно, но надо подумать, все обсудить. Кстати, у нас сессия как раз заканчивается. Ну, вот как соберемся назад, обязательно все это обсудим. Тут я опять извиняюсь, мне придется погрузить вас в запутанное законодательство Российской империи, которое в целом не было, не предлагалось и даже не собиралось быть равным и единым по всей стране. В частности, что существенно сейчас прям для нашей истории. Почти везде в России существовали земства. Это такие низовые выборные муниципальные органы. Они занимались всякими местными мостами, больницами, школами и так далее. Так вот, в западном крае этих земств не было. Их там не ввели, потому что, ну, опять же, избирательная система в эти земства имела перекос в сторону дворян, а значит, в западных земствах заправляли бы поляки, а Петербург этого не хотел, и поэтому земств там и не сделали. Всем управляли губернатора. Так, при чем тут госсовет, а при том, что по всей России членов в государственный совет избирали именно земство. И только тут, в западном крае, где вот этих муниципальных органов не было, депутатов выбирали дворянские собрания. И вот теперь у нас Государственная Дума обсуждает, как бы, значит, не пустить западных дворян в Государственный совет. Дума предлагает вот что. Давайте подрихтуем предложение русских националистов. Давайте уж тогда сразу земство введем в западном крае, чтобы было как бы везде по стране. И дадим право земством избирать членов в Государственный совет, как бы распространим муниципальное законодательство на западную часть империи. Причем, одновременно с торжеством демократии, мы одновременно уменьшим количество поляков в Госсовете таким образом. Почему? Ну, потому что у нас сейчас в Госсовет проходят самые богатые и самые влиятельные дворяне-поляки. А земство более демократично, и поляков будут поменьше выбирать. Но на всякий случай еще избирательное законодательство мы тоже там, конечно, подправим, чтобы слишком много поляков не прошло. Короче, такой вин-вин. С одной стороны демократизация, а с другой стороны по факту контролируемые выборы. Ну, против этого предложения Государственной Думы сразу выступили как раз те самые русские националисты, потому что, типа, что за дела? Мы против демократизации. И одновременно против Думы выступили левые либералы и социалисты, ну, потому что они против того, чтобы манипулировать с голосами. Но, тем не менее, после долгих и утомительных заседаний этот закон был, наконец, Государственной Думой принят. Произошло это в 1910 году, то есть Дума жевала этот законопроект год. Пора его передавать в Государственный Совет. Пока Государственный Совет рассматривает этот законопроект, отвлечемся ненадолго, что все это время делает Роман Скирмунд. Значит, сначала он предпринял последнюю попытку реанимировать Краевую партию. В 1908 году собрался второй съезд этой партии в Вильне. Партия медленно затухала, из нее выходили люди, но Скирмунд не терял оптимизма, потому что если мы возродим тру-краевую идею, то будет понятно, зачем нужна партия. И Роман на этот раз победил, потому что именно его избрали председателем, и по его предложению в партии возникли отдельные польские и белорусские отделения. Роман писал, гипертрофированное националистическое чувство бросило большую тень на всю западную цивилизацию. Во время этой бескомпромиссной борьбы одичали и морально деградировали и победители, и побежденные. Борьбе за выживание мы противопоставляем идею симбиоза или мирного сосуществования наций и верим, что сможем осуществить ее на нашей земле, как это получилось в других странах. Но, к сожалению, партия не просуществовала дольше 1908 года. Как писал уже позже, в 21-м году краевец Михаил Ромер, используя понятие краевцы, нужно всегда помнить, что этот термин не означает ни партию, ни единую программу. Можно даже сказать, сколько краевцев, столько разных программ. И, в общем, увидев, что партия полностью перестала работать и развалилась на части, Роман Скирмунд решил снова поучаствовать в выборах. Избраться как раз в тот самый Государственный Совет. Если в Думу не получается, из партии ничего не выходит, то хоть я сам в Государственный Совет пройду. И, что характерно, проходит, причем пока что еще по старым правилам. И вот одновременно с этим Столыпин вносит законопроект о введении земств в Западных губерниях в Государственный Совет. Тут, как вы понимаете, тоже рассматривали его не в быстром темпе. И пока законопроект ждал своей очереди, комиссия по проверке законности избрания депутатов сказала Скирмунту, слушайте, что-то у вас тут, знаете, с документами не все в порядке. Одной бумажечки не хватает. Очень важной бумажки. Дело было в том, что членами Госсовета могли быть люди с оконченным средним образованием. А Скирмунд, как вы, возможно, помните, гимназию не закончил. И уже в газетах пошли об этом разговоры, люди стали неприятно коситься на Романа, и в результате он сам подал заявление об отставке. В прошении его было написано, что он не может участвовать в заседании Госсовета по причине и возможности постоянного проживания в Санкт-Петербурге. Говорить, что у него нет образования, он не стал. В общем, Роман Скирмунд пробыл членом Госсовета меньше года, в феврале 1911-го он лишился места, а в марте Госсовет наконец рассмотрел злополучный законопроект о земствах в западных губерниях. И к шоку Столыпина Госсовет не принял этот законопроект. Столыпин был не просто в шоке, он был в ярости. Он и так уже устал постоянно бодаться с Государственной Думой. Ее три раза пришлось переизбирать. А теперь Госсовет, который должен быть послушным, проваливает законопроект. А значит, всю эту процедуру надо будет проходить заново. И с какой-то стати вообще Госсовет, который должен быть у нас таким монархическим, за царя, проваливает голосование. Это же антипольский законопроект. И этому было несколько причин. Во-первых, суперконсервативные дворяне, которые сидели в Госсовете. Когда пришлось им выбирать между поляками и демократизацией, выбрали поляков. Потому что поляки все-таки дворяне, помещики, землевладельцы, опор трона, наши ребята. Ну а во-вторых, к 1911 году против Столыпина уже велись интриги. Императору капали на мозги, что Столыпин что-то слишком много власти у нас заимел. В общем, это была интрига против премьера. Голосование против законопроекта готовилось тайно, так что результаты этого голосования стали для Столыпина сюрпризом, очень неприятным. И вот разъяренный Столыпин пошел к Николаю Второму на прием и попросил отставки. Я, типа, не готов работать, когда госсоветок подло идет против меня. Я уже вообще устал от этих интриг и от боданий с парламентом, что с верхней палатой, что с нижней. Не нравится моя политика, окей, я ухожу. Николай Второй, однако, отставку не принял, подумал примерно неделю и сказал, что нет, Петр Аркадьевич, оставайтесь на своем месте. И я, ну то есть, в смысле, император Николай Второй, готов поступить так, как вы, Петр Аркадьевич, хотите. А что, собственно говоря, хочет Столыпин? Правильно, Столыпин хочет распустить парламент, но не окончательно, как в прошлые два раза, а временно. Так и сделали, и пока у парламента был перерыв в работе, царь просто розчерком пера принял законопроект о земствах в западных губерниях, а как только законопроект приняли, созвали Госсовет и Госдуму назад. И это было реально жестко. Столыпин просто переломал через колено российский парламент, но даром ему это не прошло. Считается, что как раз с этого момента Николай Второй охладел к своему премьер-министру, потому что царь очень не любил, когда ему ставят ультиматумы и его шантажируют. И после этих событий и в свете, и в министерствах стали говорить о скорой отставке премьера. Но, впрочем, дело до отставки не дошло, потому что еще через полгода Столыпина убил террорист. Ну, Николай Второй, впрочем, горевал, кажется, не сильно. Ну, в общем, так и вышло, что слишком большая пропорция депутатов западных окраин в парламенте Российской империи привели к острейшему политическому кризису. Но своего Столыпин и русские националисты добились. Поляков в парламенте стало еще меньше, а в следующей, Четвертой Государственной Думе поляки из западного края объединились с поляками из Польши и стали действовать солидарно. Ну, то есть, естественно, что ни о какой краевой идее они уже не вспоминали. Но сама эта идея никуда не исчезла с прекращением деятельности краевой партии. Она демократизировалась. Поляки-помещики перестали иметь авторитет. И если вы помните, то еще в третьем выпуске, в выпуске про газету «Наша Нива» я рассказывал, что Иван Луцкевич во время Первой мировой войны продвигал проект конфедерации Великого княжества Литовского. А это она и есть краевая идея. А для самого Романа Скирманта все тоже не закончилось, далеко не закончилось. Потому что больше ни в Думу, ни в Госсовет он уже не избирался, но в 1918 году, уже после революции, его выберут в качестве главы правительства независимой Белорусской Народной Республики. И так помещик, поляк и краевец станет руководителем Беларуси. Правда, ненадолго. С 1919 года он жил в Польше, а в сентябре 1939, уже в самом начале Второй мировой войны, когда советские войска по соглашению с Гитлером оккупировали восточную часть Польши, Романа Скирмунта, арестовали и убили в лесу коммунисты. Рубрика «Чтобы послушать дальше». Вместе с «Беларусподкастхаб» мы продолжаем вам рекомендовать разные подкасты, с помощью которых можно лучше узнать историю и культуру Беларуси. И сегодняшняя рекомендация — это, наверное, просто самый известный и знаменитый подкаст про историю Беларуси. Называется он «Так складлась исторично». Его ведет кандидатка исторических наук Ганна Дягель, и она зовет в гости к себе своих коллег, историков, и они обсуждают разные обстоятельства того, как что-то сложилось исторически. То есть, по сути, это подкаст-интервью, он вырос из того, что авторка подкаста просто обсуждала разные интересные темы со своими коллегами, а потом решил запустить подкаст. И из этого подкаста вы сможете узнать кучу разных замечательных особенностей. Например, там есть выпуск с историком Дмитрием Скворчевским, который защитил кандидатскую диссертацию по астрономии в Великом княжестве Литовском. Выпустил книгу по этой теме, и он рассказывает как раз о космологии княжества. Или, например, Наталья Слиш, автор книги о сексуальных отношениях в Великом княжестве, тоже рассказывает, как церковь и закон регулировали эту область. Это подкаст на белорусском языке. Я его сам слушаю и вам тоже крайне рекомендую. Ссылка в описании этого выпуска. С вами был Аксёнов Андрей, студия Либо-Либо, и специальный белорусский сезон подкаста «Закат империи». Этот выпуск для вас готовили. Ресёч Евгений Луферчик, фактчек Тимофея Кудович, редактура Жанна Алфимова, работа со звуком Семён Аксёнов, взаимодействие с партнёрами Арина Левицкая и Гульнара Делекторская, продюсерка Маша Агличева. Подписывайтесь на закрытый телеграм-канал, Бусти, Патреон и подписку Либо-Либо-Плюс в Эпл-подкастах. До встречи через неделю.